Новости на государственной телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Президент и правительство Республики Западной Армении посетили Таллинский район. Турнир по стрельбе из Лука Кубок Западной Армении 2023. Вопросы армян Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Зургаб Сарксян. Азербайджанцы минируют села Сюника Арман Татуян. Праздник Цахказарт. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 12 мая правительство Западной Армении во главе с президентом Арминаком Баврамяном в рамках визита и встреч с жителями Восточной Армении посетили город Таллин и ряд сел Таллинского района. Здесь проживают на основании решения Лиги наций 1992 года о создании национального очага народа Западной Армении, проживающей в расположенном Таллинском районе Республики Армении предки, спасшиеся от геноцида против армян и их потомки. В ходе визита делегация Республики Западной Армении посетила села Неркин, Базмаберта, Саснашена, Ашнака, дом-музей Чауша и город Таллин. Делегация приняла участие на мероприятии в Базмаберте, проходящем на территории школы, где их тепло встретили собравшиеся сельчане, состоялось обсуждение волнующих их вопросов. На протяжении всего визита президент Республики Западной Армении Арминак Абрамян отвечал на вопросы, рассказал подробности создания национального очага, их переселения в Восточную Армению и переселения в Таллинский район, выразив желание, что такие встречи будут носить продолжительный характер. 13 мая в Ереване прошел первый день турнира по сребе из лука Кубок Западной Армении 2023. Со вступительной речью выступил президент Западной Армении Арминак Абрамян. Президент поблагодарил премьер-министра Республики Западной Армении Седу Меликян, руководителя оргкомитета турнира почетного консула Западной Армении в Лос-Анджелесе Армана Григоряна, президента Федерации сребы из лука Восточной Армении Надик Амирян за организацию прекрасного мероприятия. Отметил важность роли и значение спорта и культуры в жизни граждан Западной Армении, охарактеризовав стрельбу из лука не только спортом, но и культурой. Проведя параллель между стрельбой из лука и целеустремленностью, призвал спортсменов к более активному и конструктивному участию как в достижении цели, так и в достижении патриотической цели. Президент пожелал успеха юным спортсменам. Старт конкурса был дан поздравительной речью президента Федерации сребы из лука Восточной Армении Надик Амирян. Отметим, что участвующие в турнире спортсмены выступили с высокой подготовкой и профессионализмом. По окончании турнира победителям будут вручены медали, денежные призы. Лучшие спортсмены будут награждены Кубком Западной Армении. На проведенном турнире присутствовал президент Западной Армении Армена Капрамян, члены правительства, депутаты национального собрания и множество гостей. В перерыве гостям было предложено угощение. Изучая воспоминания Абдулгамида, подверждается тот факт, что в 1923 году после распада Османской империи на протяжении десятилетий в турецкой историографии распространялась фальсификация истории Османской империи. Истоки отрицания геноцида, совершенного в Османской империи против армян, возникли еще при существовании Османского государства и не только по инициативе Абдулгамида II в Западной Европе, но и самой Западной Армении. Ярким доказательством чего является субъективное и предвзятое изложение исторических реалий, бывшее султаном. Утверждение турецкой стороны о том, что османцы якобы вели политику сохранения армянства, что Западные Армении никогда не вели национально-освободительную борьбу, все волнения были спровоцированы внешними силами и также, что в 1894-1996 годах погромы были всего лишь армяно-турецким столкновениями. Первым, кто пустил в оборот эту версию, был именно Габтулгамид. Операция «Каринс» стала самым значительным ударом по турецким властям, который 7 августа 1982 года совершил отряд соубийц Хримян Айрик. Историческая операция «Каринс» еще раз доказала миру реальность борьбы между армянами и турками. Наши герои нанесли исторический удар турецкому фашистскому режиму. Операция «Каринс» состоялась под руководством Зограба Саркисиана. Зограб Саркисиан взял в заложники более 20 человек. В ходе операции погибло 9 человек, 82 человека получили ранения. Ответственность за операцию взяла на себя тайная армянская армия освобождения Армении Асала. По словам очевидцев, один из боевиков движения Асала, стреляя в бежавших пассажиров, крикнул «Более миллиона наших убиты, что если 25 из вас умрут?» Зограб Саркисиан погиб во время операции. Азербайджанцы вторглись на территорию Армении и, естественно, не намерены уходить. Об этом заявил на встрече с журналистами директор фонда Татуян Арман Татуян. По его словам, сколько бы ни говорили о делимитации, демаркации и международных принципах, действия, вторгшихся в Армению азербайджанцев, свидетельствуют о совершенно другом. Они закрепляются на суверенных территориях Армении. Несколько месяцев назад в деревне Нерки-Хаб были небольшие строения. Спустя несколько месяцев уже воздвигли сооружения, дороги, инфраструктуру. Те же дороги-бункеры мы зафиксировали и в городе Джермок. Людей лишают воды, специально захватывают рудники, не позволяя людям пользоваться элементарной питьевой водой. Люди не могут пользоваться пастбищами и земельными участками. За каждым сантиметром стоят люди-семи судьбы. Через 54 дня после Аманур-Затыка в день Орег, 21 марта месяца Орега, отмечается праздник Цахказарт. Солнечный праздник рассвета Матери Природы непередвижной. В полночь перед восходом, в день праздника, на небе появляется созвездие Девы, также известное как созвездие Аск, что также является символом. А найдется Амур, поэтому праздник считается женским. Согласно легенде, за день до праздника утром девушки берут кувшины и собирают в него семь горстей воды из семи источников, семь видов цветов, листья семи деревьев и семь камней из руча. В полночь кувшины оставляют поле, затем относят на крышу дома, оставляя под открытым небом, чтобы луна и звезды смогли передать свою магическую силу воде. На следующее утро пьют глоток воды, сеют освещенную воду возле порога дома. Далее в кувшин помещали личный предмет, затем доставали из кувшина один из предметов и начинали гадание. В течение дня дом украшали цветами, девушки носили короны сделанные цветов, ходили по улицам с украшенной цветами, статуей Анаид Дейцамур. Цах Казар торжественно по национальной песне и танце также отмечался в храмах Дейцамур Анаид и богини Астык. Курм, Арут, Аракелян. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжая посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информируют о политических, общественных событиях правительства, а также дают возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомню, что вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok